Доктор технических наук Асим Мустафаевич Автор более 160 изобретений Многие изобретения и разработки Асима Касимова сегодня успешно применяются в пневмо, автоматических и релейных устройствах в космонавтике, авиации, военно-промышленном комплексе, медицине, сельскохозяйственной технике, метрополитене, железнодорожном и другом транспорте Асим Мустафаевич Асим Мустафаевич Спасибо, считаю за честь и хочу поздравить, во-первых, с организацией вашей ЛАФТ-ТВ вас. Это большое достижение в наше время, зная бюрократию, которая вокруг этого. Так что желаю вам больших успехов в развитии и так далее в общих наших интересах. Спасибо. Спасибо, Асима. И хотелось бы, чтобы наши зрители поняли, хотелось бы вкратце немножко о себе биографию рассказать. Хорошо. Хорошо. Значит, я... Моя фамилия Касимов, зовут меня Асим. Сейчас это по-русски уже по отчеству Мустафаевич, но когда-то я всё время был, конечно, Мустафа. Вот. Просто я долгое время работал в России, на Урале. Там это... Ну, что это такое? Что это? Ну, Мустафаевна... Где-то там... Я уже не заметил, когда это произошло просто. Вот. Мой отец, значит, родился в 1900 году. В большой семье. Он был, значит, у моего деда. Самый от баба. Не помню, какого он года рождения. По-моему, 837-го. Вот так вот. Довольно позапрошлый век даже, понимаете, получается. Вот он, один из таких относительно авторитетных, видно, человек был, своя в этой деревне. У него было, значит, чет пятеро мужского, значит, сыновей и три дочери. И вот стал вопрос, там, насчёт обучения, там, и так далее. Всё до революции, значит, мой отец. А старший, он был вторым. Первый Фейзулла. Это мой дед, значит, это не мой, а мой Ами, старший. Он 98-го года был. И потом ещё был Хачбаба, который был на пять лет, по-моему, младше моего уже отца. Вот он выбрал и определил их, троих, в русскую школу. Тогда это было, ну, не то, что не принято, а это было даже в какой-то степени, это такой пионерский, в какой-то степени даже вызов общественного сознания вокруг, понимаете, спрашивали, зачем тебе это? Это Российская империя ещё тогда была. Да, конечно. Это до революции. Я видел выпускной аттестат моего отца. Это в Балаханах, это школа была, куда ходили вот эти трое, понимаете, которые получили образование вот русское по этой школе. Меня больше всего удивило, что там даже был закон Божий. Такой предмет. Вот. Вот представьте себе, вот это вот трое. Ферезула стал в итоге академиком. Больше того, у него большие заслуги в становлении азербайджанского языка. То есть он был филолог. У него со зрением было плохое, он плохо видел, перенесённая в детстве какая-то там болезнь была, которая, ну, в общем, касалась многих таких вот пригородных, что ли, деревень. И поэтому у него очень была развита память. У него, между прочим, 600 работ. Больше 600 работ. Публикованных. Их книг в то время. Вот. Вот азербайджанский синтаксис. Понимаете, вот эти вот всякие обороты там, так. Он вот что-то там очень многое сделал. Вот. Отец у меня стал медиком, его призвали в армию. И вот насколько я его помню, с детства, да, он был военным медиком. То есть был капитаном. Ещё в петлицах, ещё в петлицах были такие, понимаете. Погон не было. Погон не было ещё, да. Потом это появились погоны. Вот. Был терапевтом таким хорошим. Даже был главным терапевтом за Кавказской армией. Руководил этой армией Тюленев. Заменитый генерал. Сейчас в Москве метро открылось. Имени этого Тюленева. Вот представь себе. Ну, центр это был в Тбилиси вообще всё, центр культурный и так далее, и так далее. Я сейчас это говорю вот такими разрывными, такими сведениями. Но представь себе, просто зарождение, сам факт о получении русского образования, оно позволило гораздо шире потом развиться. Вот. Кадж-Баба потом стал тоже профессором, между прочим. Он сам был учеником знаменитого академика Скрябина. Ну, а я вот, родившись в тридцать первом году, обыкновенный. Как и все многие наши. Фактически мы были уличными ребятами. Вот представься, в сорок первый год. В тридцать девятом году я уже был, пошёл в школу, первый класс в тридцать девятом году. А вот в сорок первом году я был уже, наверное, во втором или... А, со второго перешёл на третий. Наша школа тоже превратилась в госпиталь. Нас пилили в другую школу. Вот. Кстати, мы там были, сейчас это назывались бы, волонтёрами. Но тогда мы тоже ходили в эти госпиталя, читали им какие-то стихи там, ну, что-то такое. Помогали. Писать письма. Потому что были люди там, у которых рука была ранена на перевязке. Он писать не мог. Мы за него писали. И вот представьте себе, это колоссальный университет. Весь Советский Союз. Ну, представляете, так какие люди были. От научных работников до людей, которые азбуки не знали. Редкость, но попадались такие люди, которые не могли ни читать, ни писать. Какой срез общества, с которым я, ну, десятилетний, большишка, двенадцатилетний, там, тринадцатилетний. Он имел контакты со всего Советского Союза, понимаете. Разных национальностей совершенно. И так далее. Дети ли у вас, врачи оба, папа и мама? Да. А вот вы именно выбрали техническое образование. И вот хотелось бы знать, почему именно техническое образование инженера и откуда вот такая любовь в технике пошла у вас? Наверное, с того, что, во-первых, мы делали сами, знаете, самокаты такие были на подшипниках. Сами делали. Так. Это раз. В доме пионеров я в авиамодельном кружке был. И не только там авиамодельное. Мы делали паровозы даже. Я модели делал. Это в то время были дом пионеров. Да. Потому что я легко это всё понимал. Вот. Отпилить, склеить, сделать. Ну, вот. По чертежу там или там ещё что-то. Легко понимал, понимаете. Я понял, что я... Потом я оценил это дело. Вот есть люди, которые рождаются... Знаете, вот. Электрики. Вот. Ему только вот дай паяльник. И вот он будет целый день паять. Это не моё. А когда уже вы решили, что это ваше и поступили в учебную заведение? Как ни странно, случайно. Потому что я не был отличником. Ну, нормально учился. И думал по своим способностям, что уж надо в гелгоразведочную, что ли, пойти. Там. Интересовали ли меня вот такие там раскопки, там, поездки, там, всякие прочее, прочее. Ну, короче говоря... А отец у меня работал в лечкомиссии ещё, помимо всего. Ну, лечкомиссия, знаете, что такое, да? Там обслуживались, ну, будем говорить, наши, ну, руководящий состав. Я помню, что даже у Зири Гаджибеков, когда умер, он умер у него на руках. У ПАП прошёл, да. Он прошёл утром, говорит, у Зири Гаджибеков. Вот я даже помню, слава эти. Понимаете? Ну, конечно, там умирали, там тоже, слава Богу, какие-то другие свидетельства были, может быть. Короче говоря, Среди его там, там этих было, не Багиров, не помню, как его звали. Он был, тогда уже были Еразы. В 49-й год. В 48-м году уже были переселенцы из Армении. При мне было. Целая волна была. А почему они переселялись? Это другой вопрос. Потому что считалось, что приезжают армяне из Сирии, там и другие репатрианты, так называемые. И они просили, что некуда их деть, вот нельзя ли вот азербайджанцев переселить там. В общем, такие мягкие формы. Это в 49-м году? Это было в 48-м. До того. Короче говоря, он из Еревана был там кем-то, и он стал ректором АГУ. Потому что их тоже пристраивали там куда-то, туда-то, потому что там были люди из... АГУ – это Азербайджанский государственный инвестиций? Совершенно верно. Он госдужа, пошли к нему. Пусть посоветуют. Ну, не знаю, почему-то я оказался, я с ним, с отцом, пришел к нему в кабинете в АГУ. Он принял там то-то, 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 спросил куда-то, что-то хочешь там и так далее. Узнал, что я там вот техникой занимаюсь, там что-то делаю. Слушай, поступаем в МВТУ. Имени Баумов. Баумовский институт. Я его первый раз слышал. Училище назывался он. Тогда не университет. Московское высшее техническое училище. Почему училище там? Потом решил, что что, может, это пониже этих высоких, фундаментальных наук, да? Как бы училище. А на самом деле это же было высшее императорское, высшее техническое училище. Императорское, понимаешь? Императорское слово убрали. Осталось высшее техническое училище. Это потом, когда ректором стал этот космонавт, он переделал его в университет. И стал МГТУ, Московский государственный технический университет имени Баумова. В 1949 году приехали в Москву поступать в училище имени Баумова. Вот у меня вопрос такой, я немножко отойду от темы. А в то время вообще как-то или по обмену, или вот можно было самому взять, приехать, сдавать? Можно было самому. Или направляло именно республиканское? Да, я вступил по направлению, потому что запаздывал. Получилось, запоздал. Я приехал в Москву 3 сентября или 4. То есть уже начались... Сдали здесь экзамены? Да, и тем не менее, нет, я сдавал в Баку. В Баку. Между прочим. Кстати, выпускные экзамены после 10 класса, 13 экзаменов. 10 класса, в средний образец. Да, вступительный в институт 7. Это в то время? Да, причем это в течение 2-х месяцев, 3-х месяцев. Столько экзаменов надо было взять. А в то время желающих вообще поступать в высшую учебную заведение, конкурсы или что-то были? Или же можно было бы? Нет, там были, во-первых, подготовительные курсы в Баку, кстати. О, это я выпустил. Куда можно было ходить. И там как бы давали дополнительные, что ли. По математике там читали иногда. Математики там что-то там, по русскому языку что-то делали. Ну, в общем, помогали, помогали. Вот. Я туда, правда, не ходил пару раз, но смотрю там, ну, для моего уровня это то же самое, будем так говорить. А когда я приехал в Баку, то есть в Москву, там мне сразу сказали, слушай, говорит, на инженер физический факультет там был, в этого. Я говорю, туда вот лучше иди. Это вот приемная комиссия. А я не знал, что такое физика, думаю, физики какие-то там, какая-то высокая такая наука, понимаете. Потом на третьем году он выделился в инженерно-физический институт целиком, весь факультет целиком. А тогда давали там повышенную стипендию и давали с тройками. Понимаешь? А вот куда я попал, это пошел, сам выбрал. Там с тройками не давали. У меня было два таких семестра, когда у меня была тройка. Одна, и я не смог пересдать там. Ну, так, стечение обстоятельств было. Это отдельный факт. Я стипендию не получал. Ну, выкручивался, выкрутился. А вот тот институт Баумова, он находился на том же месте, где и сейчас? Да. Там же? Там же. И сколько лет обучения было у вас? Пять лет, по-моему. Пять лет и девять месяцев. Пять лет и девять месяцев. Пять лет это было все, дальше девять месяцев диплом. И вы его закончили в каком году? В 55-м. В 55-м году по специальности? Машиностроение с квалификацией инженер-механик. То есть, довольно широкое. И по направлению вы попали? Нижний Тагил. Это Уралвагонзавод. Туда попал большой и довольный выпуск. Наш 12 человек. И мы поехали в Нижний Тагил. В Нижнем Тагиле я уже был до этого за два года, в 53-м, на практике. Практика у нас была замечательная. Вот такой практики, мне кажется, ну, не знаю, хотелось бы знать, как в Америке, но из советских ни один университет не вел. Это был танковый завод, получается? Да, это Уралвагонзавод назывался официально. Там были целые линии конвейерные, которые делали товарные вагоны. И отдельный конвейер танковый. И вы работали в этом заводе? Да, я работал в конструкторском бюро. Вот я читал о вас, о том, что вы являлись одним из создателей «теплого танка». Ну, в кавычках «теплого». А, ну, да. «Теплого» это имеется... Участник, да. Участник, да, в этом КБ. Да, в этом КБ. Это что имеется в виду? Запуск двигателя или внутри танка? Я вам сейчас скажу, в чем дело. Запустить двигатель дизельного танка зимой – гигантская проблема. Понимаете? А как году войны это делают? Кое-как заводили и не выключали. Двигатель выключали? Да. И вот демаскировали, само собой. Топливо и прочее, прочее. Но потому что завести было трудно. Заводить можно было. Там три способа было. Один из их, ну, обычный стартер. Другой инерционный. Это канительный, потом от него отказались. А другой воздушный баллон с воздухом, 300 атмосфер, в ногах, вот так поперек, его даже не видно было почти что. Вот такого диаметра он позволял три раза завести двигатель в любых условиях. Потому что он давал воздух прямо в приемную трубу. И двигатель работал как пневмомотор. И в этом КБ вы изобрели? Ну, что еще изобрел? Мы то слово изобретатель все не знали даже. До этого не было. Я даже не знал, что такое изобретение. Слыхал где-то там, в других местах. Ну, не вам бы уж так говорить об этом. Нет, это потом. А совершенно, там мы работали, никому даже голову не приходилось подать заявку или еще что-то. Это инициатива была своя, как-то выходила? Ну, своя. И потом это даже была плановая работа, в конце концов. Это даже не то, что просто инициатива. Вот надо будет что-то такое придумать. Есть из генерального штаба, там, не знаю, что там, управление. Ну, как бы вот что-то там подумать, понимаете? Я слышал потом, вы, не слышал, а читал, что вы потом предложили даже кондиционер. Да, кондиционер, стали смеяться просто над этим. Почему? Не поняли люди. Опять же, это охлаждение двигателя имелось в виду? Нет, потому что... Внутри танков кондиционеруют? Да, 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 внутри, конечно. Потому что танки стали воевать в пустыне. Понимаете? И вдруг выяснилось, ну, слушай, танк стоит на солнце. Вот дотрагиваешься до него, пожог первой степени. А как танкисты сидели в танке? Не знаю. Ну, они одеты, во-первых, конечно, это, не дотрагиваешься до этого. Ну, представьте себе, да, что это такое. И тогда они приняли этого. Да, да что вы там, это зачем, это нужно, там. Вообще, вот эти новости, они всегда у нас были консервативные. Вот, в общем, ну, где, как не в танке, сделать автоматическую трансмиссию? Ну, в конце концов, у немцев автоматическая была, а у нас нет. Грубая. Вот этот рычаг вот такой высоты был от пола. А шестеренки, которые там были в Т-34, вот такие. А во время войны их даже не шлифовали, между прочим. И вот надо было сдвинуть, синхронизаторов не было, надо было попасть. Понимаешь? И поэтому колоссальный труд этот. Мастера были, конечно, на ходу, которые могли сделать это дело, но таких не найдешь. И поэтому в бою с места включаешь третью передачу, мощно все позволяло. С места в бой, и не дай бог переключать. И не переключали. Ни в коем случае. На третью передачу? На третью все, до конца. Ты уже остановишься, остановишься, все, тебя подобьют. Точно. Уже практика такая военная. А с вами, я про вас много читаю. Конечно, я удивляю. Очень удивляет, кто передо мной сидит. А я удивляюсь, что это удивляет. А с другой стороны я понимаю, потому что не знаю. 120 изобретений вами. Больше, я не знаю. 160, по-моему. И даже не углубляться так, и не понимать в этом, допустим, там, атомной электростанции, да? Ну, не будем в это. Элементарно взять даже бытовой газовый счетчик в ваше изобретение. Это имеется в виду вот бытовой газовый счетчик, который ставится... Да. Это ваше изобретение? Да. Ну, первое изобретение... Так. Более того, многие и за рубежом стали делать этот счетчик. На основании того, что вы сделали. Нет. Известны вообще генераторы. Вообще, первая работа, теоретическая даже, было показано, что частота, ну, быстродействие, будем говорить, струйного элемента, зависит напрямую от скорости, которая внутри, самой струи. Это моя кандидатская диссертация была про это. Она была закрытая, кстати. Ее мало кто знал. Потом ее опубликовали для служебного пользования. Вот. И, кстати, это помогло мне, потому что я защитился... Вот поступил в аспирантуру. Через полтора года я написал диссертацию, а через два года защитился. Это один из рекордов нашего института. Но это обстоятельства в силу некоторых обстоятельств, которые сложились, понимаете? Это не сколько даже моя заслуга, сколько я воспользовался собственным опытом, по сравнению с другими, у которых у этого опыта не было просто. И самое интересное в вашей биографии, мне знаете, что оказалось то, что было очень тогда трудно прописаться в Москву. О, невозможно. Из-за этого вы вынуждены были уехать в Баку, на историческую родину. Но это не историческая родина была, это была наша родина. Мы поехали туда и начали свою деятельность, работы там. Не просто... Когда из Нижнего Тагила я уволился, мне хотели перевезти в Москву, в министерство работать. Но там не захотел. А это было время как раз молодежного фестиваля, 57-й год. То есть особенно было, ну, бдительно, насчет прописки там и прочего по Москве, понимаете? Хотя там мои ребята, там, москвичи пытались там меня поставить в мытищах. Там танковый завод есть, только легких танков. Астров такой, главный конструктор. В итоге я там мог зацепиться, понимаете? Все изобретения, все ваши работы связаны с ВПК, военно-промышленным комплексом. Да. Была секретность, вот, например, это сейчас мы можем об этом говорить как-то, но в то время... Самая большая секретность была у меня в Баку. В Баку был. Да. Не просто секретность, а софсекретность. Знаете, там графы есть такие. Вот. Правда, на объект я не выезжал. Понимаете? И поэтому эта софсекретность как бы не подтверждена самим фактом. Потому что я должен был бы на этом объекте, тогда это вписывается в личном листке, это все, где я посещал. И тогда это распространяет соответствующие нормы. Насчет выезда там и прочих вещей. То есть, допустим, просто секретное, через пять лет, если ты не имел контактов, ты уже свободный человек был. Мог уезжать, приезжать, увольняться, там не знаю что. А в секретности там было десять лет, по-моему. Но все равно, опять же, там должно быть, что ты там был там-то или не был. А вот этот проект, который в Баку, это вот атомное учреждение, Ленинградское, главное, которое проектировало атомные станции. Как вы поддерживали связь, как вы поддерживали связь здесь, с отечественниками в России? Имеется в виду в виде общественных организаций, в виде как-то вы собирались, встречались, общались, разговаривали. Ну, работа понятна. Вы знаете, что это вот началось относительно активное, Скоробах. До этого мы, ну, не особенно, ну, кроме просто каких-то близких, а просто чтобы азербайджанцы, как таковые. А когда вот Карабах начался, в посольстве мы стали встречаться уже, понимаете? И уже чем помочь, там, и так далее, что ему надо что-то организовывать, в конце концов, там, выходить, там, с лозу. Кстати, посольство старалось от нас отделаться. Это какой год? Ну, когда это вот началось, 89-е, 90-е. Как отделаться? Как бы, ну, политически, понимаешь, не хотело. Ну, тогда же посольство не было. Ну, поспредство было. Постоянное представительство. Ну, как бы, чтобы не быть замешанным в политической части, чтобы мы предоставляем, ну, как бы, место. Ну, слушай, а где нам еще собираться? Ну, почему нет, не у вас? У вас там площадь, все нормально. В центре, так далее. Вот. И, ну, в общем, не очень желательно это было. При посольстве более-менее уже легче все было, но все равно это тоже не очень. Понимаете, чтобы диаспора собиралась в посольстве. Ну, хорошо. Все, залаживаю. А потом, как дальнейшие, вот, образовались общественные организации национально-культурной автономии? Да, вот когда образовалась эта автономия, ну, несколько раз я там был на разных... Вот, Эмин Мамедли, который книжку написал, вот эти книжки я принесу вам сюда. Вот. Вот у него были больше связей, потому что ему нужны были люди, ему нужны были контакты, ему нужны были письма, доступ в архивы, в библиотеки хотя бы. Понимаете? И тогда он некоторым нашим азербайджанцам авторитетным, вот, ну, Чингис Абдуллаев, он там, ну, делал, я с ним тоже познакомился через него, тоже на каких-то сборах. Почему спрашиваю про общественные организации, я уже здесь говорил об этом, что институт Ахсакалов, и вы сами знаете прекрасно, что Ахсакал, это не каждого человека назвали, это был уважаемый человек, это не именно, что пожилой человек, это уважаемый человек, который прожил свою жизнь так, приходили за советом, все через Ахсакал. Мы это утеряли, мы утеряли, мы имеется в виду азербайджанцы, и на большинство встреч в общественных организациях, в национальной культурной автономии, можно сказать, фактически, на Ахсакалов... Там этого нет? Нет. Удивляюсь, почему вас никогда на мероприятиях, в вашем лице много у нас таких соотечественных, которые столько лет прожили, проработали, достойную жизнь. Нет, к вам вообще, вот лично к вам приглашали, обращались люди за помощью. Ну, обращались, но я вам скажу, ну какой-то там, допустим, Норос-Байрам, допустим, да, пару раз я был, потом не был. Потом юбилей был нашего ученого этого, Батинского, который в нефтяном институте, специальная сессия была научная, тоже там меня приглашали. Потом была сессия Шуховская, причем, которая в Баку, у него очень много чего связано с Баку, начиная от танкеров, кончая трубопровода, вот это вот, до Батуми. Ну, много чего. И Шуховское вот общество есть, оно как-то, ну, так себе. Я с ними встречался, говорю, ну, что же вы не делаете специальной сессии, почему не издали книжку его трудов хотя бы? Это же исключительно интересный человек был вообще. Да, мы будем, мы вас позовем, обязательно ничего, не то, не то, не то, не то. Хотел бы узнать у вас, как часто вы посещаете историческую родину? Ну, раньше я почти каждый год ездил. Вот сейчас там из-за ковида, вот этого последнего, по-моему, два года, по-моему, или, нет, пожалуй, третий год. Не ездите? А у вас квартира все осталось там? Родственники, близкие? Нет, сейчас уже никого там нет. Ну, кроме вот этих вот моих, значит, мои два брата, которые младше меня, они тоже уже архметилы. А вот их дети, эти внуки, ну... Я самый старший сейчас, среди всех, в роду, да, ну, в Касимовых, будем так говорить. И, по-моему, даже уже пережил, потому что в Мордокянах у нас там кладбище, где там все наши близкие похоронены, в одном месте. Сейчас уже места нет. Ну, дальше. Ну, там мой дед, бабушка там, ну, все, да, многие. Я же вижу там, когда кто? Никого старше меня нет. Только моя бабушка, ну, это по женской линии, мужской точно нет. Бабушка 99 лет была ей. Да, вот она, ННМА. Пасим, Алим, спасибо, что вы сегодня нашли время, приехали к нам в студию. С таким человеком, как вы, с таким жизненным опытом. Это можно сидеть долгое время и разговаривать, очень интересно. Я думаю, мы не последний раз встречаемся с вами. И... Только могу вам пожелать здоровья. Спасибо еще раз. Спасибо. Но вы не стесняйтесь, вы можете эксплуатировать, так сказать. Пока есть что-то, что еще можно помнить, она же может исчезнуть завтра, я все могу забыть завтра. И все. И все на этом закончится. Субтитры сделал DimaTorzok